МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новый выпуск мест я начну у Невской заставы. Это левый бережок, уже не вы на этот раз, а не правый. И двинусь в сторону Рыбацкого. Здесь находится такой домик деревянный, странным образом отреставрированный, конечно же, огромная гранитная статуя Ленина, куда-то без него. И вдоль вот этих елочек идут бюсты разных революционных деятелей. Этот домик – это музей Невской заставы. Он очень странным образом обшит каким-то то ли сайдингом, то ли его так просто стрёмно покрасили. И здесь везде решетки и ворота, точнее, окна заклеены. Этот музей находится около, даже я бы сказал, между хрущевочек таких. Если я не ошибаюсь, это серия К-7, со славящейся одними из самых тонких стенок вообще среди всех хрущевок. Прямо напротив, во дворе высотного дома, здесь такой холмик, и стоит крест, и вот здесь виднеются такие кирпичные руины. Это когда-то здесь стояла церковь, но она была взорвана в советские времена. Это вот все, что осталось – немножко кирпичиков. Удивительным образом смешалось, конечно, здесь такое культурное наследие Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленинграда – все вместе. Тут и революционеры, и старые церкви, взорванные ими же, и новостройки современные, и хрущевки. И тут же до кучи – это все-таки исторический район Санкт-Петербурга, где я когда-то стояла за столом со шлагбаумом. За последней хрущевкой на улице Новоалександровской виднеется руина какая-то. Рядом с этими руинами, с разбитыми окнами и сожженным нутром находится магазин «Магнит», который, похоже, что другую какую-то подобную руину довольно неплохо отреставрировал. Это приятная кирпичная тут атмосфера. Но позади тут еще один разрушенный какой-то дом с очень странным таким обвалом посередине и торчащей там лестницей. Двинусь сейчас в сторону метро Пролетарская. Там меня ждет встреча с моделью, которая будет сегодня мне помогать. Дома сталинского уже периода. Почему-то здесь на первом этаже забитые окна напрочь. Метро, как обычно, я приперся слишком рано, поэтому придется подождать девочку, пока вот сниму бабулечек прикольных. Я, как обычно, косплею красную шапочку. И мы пока идем мимо промышленных всяких предприятий и промзон абсолютно безликих, у которых ничего не поснимаешь. Немножко порекламирую мою модель. Тамила. Она преподает японский онлайн, что сейчас очень актуально в этой коронавирусной ситуации. Да, забыл, еще занимается косплеем довольно неплохо. Еще у нее кислотные волосы, которые на солнце офигенно смотрятся. Вообще, можно было бы пойти, конечно, в сторону Обухова и погулять там по красивому еврейскому кладбищу с великолепными склепами старинными. Но все кладбища сейчас закрыты, поэтому мы идем в Рыбацкое. Уже дошли до съезда с Большого Вантового моста. И сегодня очень ветреная погода, на самом деле переменчивая. То солнце, то дождь идет. И так что не серчайте, если у меня будет петлица сильно, на которой пишется звук, будет сильно шебуршать, потому что на ней сейчас нет ветрозащиты, только поролоновая такая шапочка. Мы уже в одном из эпизодов гуляли под Вантовым мостом. С другой стороны, правда, мы шарились. Там ужасная такая захламленная набережная со строительным мусором. Ну, здесь вроде почище с левого берега. Даже какая-то смотровая площадка организована. Сейчас попробуем здесь что-то подснимать. Мы дошли до речки Мурзинки или Мурзинки. Я не знаю, как точно ударение ставится. Вот такая вот говнотечечка течет. Сейчас мы вдоль нее еще пройдемся и увидим, насколько она ужасно захламлена. Вдоль этой речки дошли до забора, который, в общем-то, тут продоворот нараспашку. Неизвестно, зачем вообще забор. Сейчас залезем вот в эти заброшенные здания вдалеке. Посмотрим, что там. И вообще получится ли у нас туда залезть. Нашли, наконец, вход в эти развалины. Такой более интересный. Ох, ничего себе здесь еха такое. Какие-то дыры в полу. Глубочайший. Ох, ех, твою мать. Да там просто в бездну сатаны какие-то провалы. И там вода. Да, клево. Главное, туда не наебнуться. Нашли такое местечко, которое явно готовилось под то, чтобы стать бассейном. Вероятно, это какой-то недостроенный спортивный комплекс. Судя по всему, потому что здесь много спортивных объектов рядом. Бля, как красиво там свет играет. Посмотри, да? Конечно же, здесь все захламлено. Везде пластиковые бутылки плавают и мусор. Но на самом деле завораживающе выглядит. Продолжаем наше движение вдоль этой речки. Говнотечки. Она отвратительно воняет. Говном и с саками. Вода в ней мутная. Хоть рядом хотя бы птички поют. И то хорошо. Пришли к еще одному достопримечательному месту здесь. Рядом с заброшками этими и речкой. Есть вот такое жилище. Какой-то такой блок бетонный с дверцей. Тут явно все такое обжитое. Люди кушают, готовят. Даже немножко уютно, в принципе. Не знаю, правда, как тут зимой. Можно находиться, потому что, наверное, холодно очень в этой бетонной штуке. Продвинулись дальше по набережной. Ну, как, просто по берегу. Здесь такие крутые волнорезы. Стоят на якоре буксиры. По причине того, что здесь Нева очень сильный изгиб делает. Такую прям сильную-сильную загогулину. И некоторым кораблям тяжело вписаться в такой поворот. Плюс еще течение мешает. Поэтому для таких целей, чтобы помочь кораблям развернуться, используют здесь частенько такие маленькие буксировочные корабли. Всюду на берегу валяются вот эти плавники. Это пляки различные. Деревяшки, которые просто вымывают здесь из-за течения на берег вместе с разным хламом. И они распиленные, такие уже почерневшие, валяются повсюду. Пришли в Рыбацкое. Здесь стоит стела в память о крестьянах, которые отправились воевать на русско-шведской войне. В принципе, наверное, это единственное, чем знаменито, собственно, Рыбацкое. Дальше после обильных паркингов идет по этой же набережной вот такой дом культуры старый. Сразу же за домом находится такая небольшая церковь деревянная. Деревянные церкви всегда прикольные. Гораздо лучше, чем вот эта новая дешевая хрень. Это вообще бревенчатая, суперклассная. Рядом с уродскими пластиковыми высотками здесь возведено здание. На самом деле это копия училища старого. Оно стояло в другом месте. Для очередных строек его снесли. И чтобы, не знаю, народ порадовать или еще для чего-то, его заново пересобрали. Но, правда, с современными материалами оно не совсем так выглядит. И повсюду стеклопакеты. Пришли к парку около Невы. Но в него мы не пойдем, потому что он абсолютно пустынный. Делать в нем нечего. Там есть пара каких-то непонятных статуей, а-ля современное искусство. Но они довольно безвкусные, поэтому просто даже не будем на них обращать внимание. И лучше углубимся в сами жилые массивы, которые, правда, тоже безвкусные. Но там хотя бы ветер так сильно не дует. Кстати, да, эта набережная славится тем, что на ней что-то до хрена храмов как-то возведено. Вот очередной новострой стоит вдалеке с уродской синей крышей. Выглядит стремно, как какой-то прыщ на жопе. Но ничего страшного. Мы не будем его разглядывать. Рыбацкое достаточно депрессивный райончик, на самом деле. Здесь практически нечего делать. Просто куча новостроек. И все, кто здесь живут, они, чтобы проводить досуг или как-то чувствовать себя живыми людьми, отсюда, естественно, выезжают. Вообще, изначально Рыбацкое это было село, которое образовалось совершенно искусственно. Царь Петр, для того, чтобы ему на стол поставляли свежую рыбку, сослал сюда кучу каких-то крестьян, рыбаков. В советские времена, чуть дальше вдоль Жоры образовались множество промышленных комплексов, в том числе металлострой. И в конце 80-х здесь вдруг случился какой-то строительный бум. Опять же, такой же искусственный, как при переселении крестьян. И понастроили кучу серийных домов, в основном 137-й серии. Это Рыбацкий мост. На нем повсюду знаки висят, что это опасная зона и запрещен проход. На самом деле, мост действительно аварийный. Я ради интереса спускался даже под него и смотрел на опоры. Там все сгнило, все разваливается, шатается. В любой момент может просто развалиться. Но тут гуляют мамаши с детьми. На другом берегу строятся очередные ряды великих новостроек для сумасшедших, которые захотят жить здесь. Здесь рядом сгоревший какой-то деревянный старый дом, в котором тусуются бомжи. Мы спустились к речке Славянки. Сейчас вдоль нее прогуляемся до следующего моста. И посмотрим еще, насколько ее берега засраны. Рядом с этими страшными стройками мост через Шлиссельбургское шоссе. Под мостом довольно прикольно бликует водичка. Только сама вода почему-то покрыта какой-то черной говной. Дальше вдоль реки проходит стрёмная теплотрасса. Идем тут такие угнетенные по райончику, среди безликих домов. И в одном из окон видим Пикачу. Эй, Пикачу, привет! Здесь, около этих типовых домов, прикольно оживили такими эти столбы, подпирающие козырьки домов. Они нарисовали на них, как будто они березки. Такой раскрас. Тут шикарный ковер лежит, чтобы ножки вытирать. Лавка просто вообще по-царски. А еще рядом такой офигенный огород. Тоже все коврами выстелено. Грибочек, конечно же. И розовый слоник. Другой серийный дом. Тоже с какими-то нестандартными, очень массивными козырьками. На трех колоннах. И с розовенькими грибочками. Идем по Шлиссеркурскому шоссе или проспекту. Я уже запутался на самом деле. Дома просто абсолютно безликие. Глазу не за что зацепиться. Единственное, что вот какой-то американский тягач прикольный. Похоже, здесь были дорожные работы, поэтому повсюду валяются эти вот пластиковые ограждения. Огромные горы посреди тротуара. Вот тут припаркован какой-то облезлый, заржавевший газелёныш. Еще здесь прикольные руины среди новостроек. Вообще, это здание неизвестно, что из себя представляло. Мне, по крайней мере, неизвестно. Оно довольно старое. Кирпич этот не новый. Скорее всего, это не советские еще постройки, а до советского периода. Обожаю такие руины. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!